Приветствую вас! Я думаю, что с точки зрения психологии на ваш вопрос можно ответить следующим образом. Скорее всего, в результате развода ваша личностная проблема, именно личностная, внутри личностная проблема, которая была у вас, скорее всего, еще до заключения брака, и которая стала, вероятно, причиной того, что ваш брак распался, заявила о себе. То есть вот эта проблема, она о себе заявила. Проблемой, на которую раньше вы, вероятно, ну, не обращали, может быть, такого большого слишком внимания. Вот. И, соответственно, она вам не дает теперь выставить новые отношения. Я думаю, что первонаперво необходимо для нас определить, для чего вам отношения нужны вообще, в принципе. Зачем они вам? Зачем они вам? Как вы, к примеру, ну, допустим, воспринимаете девочку, девушек, в принципе. как они вам, к примеру, видятся, девочка. Вот. Вот. То есть это вот, ээээм, очень важная история, то есть как вы их вот принимаете, как вы их видите. Зачем вам строить отношения с ними, да? То есть для чего вы строите отношения с ними? Вот. То есть вы, если вы, ну, хотите чего-то, ну, вот, то есть, ну, пытаетесь реализовать какие-то свои желания, да? Вот. Или, может быть, эээм, есть какая-то еще причина. Вот. А дальше, что вас объединяет с девочками и что конкретно вы, как вы с ними знакомитесь, то есть как вы устраиваете с ними отношения? Вот. Вот. А в результате чего распался ваш брак. Предыдущий. Ну вот. А, когда вы развелись. А, что там произошло? А, мне кажется, что это очень важная история для понимания того, что с вами происходит. Вот. Мне кажется, что это очень важный момент, потому что развод это всегда травма для любого человека. Вот. И, соответственно, для вас это, это, ну, скорее всего, стало травмой. Тоже. Вот. То есть вряд ли вы пережили это прямо-таки уж безболезненно. Вот. Вот. Ну и, конечно же, тут нужно вот смотреть, да, тут нужно смотреть, как вы продвигаете свою модель мужского поведения. Вот. То есть, ну, делаете ли вы что-то для того, чтобы проявлять себя как, ну, как мужчина. Мужчина. Вот. В отношениях с женщинами. На мой взгляд, это очень важный момент, на который вам стоит разобрать, стоит обратить внимание. Вот. А если вы, ну, воспринимаете девушек исключительно только как девушек, то нет ничего удивительного в том, что у вас не получаются отношения, потому что отношения выстраиваются, все-таки через личностные, личностные связи, а не через гендерные. То есть, как бы, через гендер вы можете выстраивать только кратковременные отношения, вот, ну, которые, собственно, вы и выстраиваете сейчас. Это кратковременные отношения, кратковременные связи, так понимаю. Вот. А что-то долгосрочное, да, это уже требует больших немножечко усилий. Вот. И вот именно обеспечить развитие вот таких отношений, чтобы это были действительно, ну, чтобы это была действительно такая духовная связь больше, да. Развить такого рода отношения вам и совершенно необходимо. Но, чтобы это сделать, чтобы выстроить такие отношения, на мой взгляд, необходимо все-таки, ну, в том числе, да, личностно расти. Вот. Если у вас личностного роста нет, вот, то я боюсь, что так ничего и не получится. Вот. Также мне кажется, что вы частенько, вот именно, знаете, частенько действуете неосознанно, несознательно. Вот. Я не говорю, что это обязательно так, но мне почему-то вот так видится и так кажется. Вот. Знаете, вот, к примеру, ваш вопрос, который вы задали нам, да, вот, вы его написали. Это вопрос, значит, свой, но вы даже не посмотрели, кому вы его адресовываете, да. То есть вы не обратили внимание, что вопрос вы задаете именно, ну, психологам, не эзотерикам. Вот. А, значит, встает вопрос о том, насколько для вас важно решить ваши проблемы. Вот. Я здесь, опять же, могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что не так сильно вам это нужно, не так сильно вы хотите решить свои проблемы. Вот. Ну, я могу быть, конечно, здесь не прав. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ поможет вам хотя бы определить для себя направление того, что вам нужно делать. Вот. И старайтесь понять, что то, что с вами произошло и то, что с вами происходит сейчас, это не что-то такое, знаете, ну, сиюминутное, да. Вот. Это, к сожалению, достаточно длительный процесс. Вот. Это очень важно понимать, этот длительный процесс. И корректировать его, эм, ну, так же необходимо не торопясь. Понимаете? Какая шпук. Вот, в принципе, в принципе, такой ответ с точки зрения психологии я могу вам дать. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, я желаю вам больше осознательности, я желаю вам больше старательности при решении ваших проблем. И я надеюсь, что вы, значит, ну, что вы все-таки соберетесь, да, что вы соберетесь, и что, эм, ну, соберетесь и ответственно отнесетесь к вашей проблеме, и все-таки проконсультироваться уже непосредственно при вас на. Желаю вам всего самого доброго.